Пророчество преподобного Лаврентия Черниговского о последних временах всему миру и России. Монахиня Евлампия, в доме которой святой жил во время закрытия монастыря, сохранила в памяти. Это было в 1939 году. Батюшка целую ночь разговаривал. С кем я разобрать не могла. Зайти посмотреть не посмела. Утром батюшка сказал, матушка, у нас были гости, и ты этому свидетельница. Я спросила, кто? А старец радостно ответил, пророче Божий Илья и праведный Енох. Они со мной беседовали о последних судьбах мира, России, православном царе и антихристе. И еще сказали, что придет со мной беседовать святой апостол Иоанн Богослов. В 1949 году ночью святого старца Лаврентия удостоил посещением евангелист Иоанн Богослов. Это было 26 сентября по старому стилю. Они беседовали около 7 часов. Святой евангелист дополнил сказанное пророком Ильей и праведным Енохом. И поведал о явлении Христа Господня, воскресении мертвых и страшном судье Христовым. Стяжавший обильно Всесвятого Духа Божия, старец Лаврентий часто беседовал со своими чадами о последних временах. Предупреждал, что нужно быть бдительными и осторожными, так как антихрист близко. Говорил преподобный, что такая будет война всемирная, что никто не останется, разве только в ущелье. И будут драться, и останутся два или три государства, и решат. Давайте изберем одного царя на всю вселенную. И изберут. И в последние времена истинные христиане будут ссылаться, а старые и немощные пусть хоть за колеса хватаются и бегут вслед за ними. В грядущем антихристе просвещенный Святым Духом Старец говорил такие слова. Будет время, когда будут ходить подписывать за одного царя на земле. И будут строго переписывать людей. Батюшка говорил, вот сейчас голосуем, то левой рукой брось. Это ничего, да еще не за одного во всем мире. А если будут голосовать за одного, это уже он самый, и голосовать нельзя. Будет война, продолжал батюшка. И где она пройдет, там людей не будет. И война третья всемирная уже будет не для покаяния, а для истребления. Сестра говорит, хорошо, что война, потому что к числу мучеников будут причислены. А батюшка возразил, нет, если верующие и омоются кровью, то придутся к числу мучеников. А если не верующие, то пойдут в ад. Так это и погибнуть можно, сказала сестра. А батюшка ответил, слабых Господь заберет, а другие очистятся болезнями. Будут такие, что на войне омоют грехи своей кровью и придутся к числу мучеников. А самых сильных Господь оставит для встречи с ним. И пока не восполнится спасающимися число свидетелей Божьих, разоренное отпадением части ангелов, Господь не придет судить. Но последнее время Господь и живых, записанных в книгу жизни, причиснет к числу ангелов недостающего счета. Отпавших полна бездна людских душ, и на землю вытянут бездну. Все бесы повылазят и будут в людях, которые не будут ни креститься, ни молиться, а только убивать людей. А убийство – первородный грех. Бесы будут стараться как можно больше людей прельстить этим грехом. Последнее время бесов в воде не будет. Все будут на земле и в людях. Будет страшное бедствие на земле, и даже воды не будет. Потом будет всемирная война. Будут такие сильные бомбы. Железо будет гореть. Камни плавятся. Огонь и дым пылью будет до неба. И земля сгорит. Людей останется очень мало. И тогда начнут кричать «Долой войну!» и поставить одного царя. Выберут царя, который будет рожден от блудной девы двенадцатого колена. Когда в царской мантии будет ехать на колеснице и доедет до сада, сойдет с нее и пойдет по саду прогуливаться, размышляя, как ему строить свое царство. Вдруг откроется бездна. Появится вода, и из воды как будто кто-то выкреснется. И ему покажется, что кто-то у него сзади. Он оглянется назад и увидит страшное страшилище. И в испуге крикнет, открыв рот. В этот момент вселится в него бес. И с той поры он станет антихристом. Антихрист сядет на престол в Иерусалиме. Сейчас зениться связаны в аду. И Господь его развяжет. И он вселится в царя антихриста. Антихрист будет обучен всем сатанинским хитростям. И будет давать знамения ложные. Его будет слышать и видеть весь мир одновременно. Блажен и треблажен тот человек, который не пожелает и не будет видеть богомерцкого лица антихриста. Кто будет видеть и слышать его богохульную речь, его обещание всех земных благ, тот прельстится и пойдет ему навстречу с поклонением. И вместе с ним погибнет и будет гореть в вечном окне. Они же спросили старца, как все сие будет. Святой Старец ответил со слезами. На святом месте будет стоять межность запустения и показывать скверных обольстителей мира. И они будут обманывать людей, отступивших от бога, и творить ложные чудеса. И после них явится антихрист. И весь мир увидит его одноразово. Отцы попросили святого. Где на святом месте? В церкви? Преподобный ответил. Не в церкви, а в каждом доме. В углу, где стоят и висят сейчас святые иконы, будут стоять обольстительные прилады для прелечения людей. Многие скажут. Нам нужно смотреть и слушать новости. Вот в новостях-то и явится антихрист. Он своих людей будет штамповать печатями, будет ненавидеть христиан. Начнутся последние гонения на душу христианскую, которая откажется от печати сатаны. Сначала начнутся гонения на Иерусалимской земле. А потом по всему миру прольется последняя кровь за имя нашего Иискупителя Иисуса Христа. Печати будут такие, что сразу видно будет, или принял человек, или нет. Ничего нельзя будет ни купить, ни продать христианину. Но не унывайте. Господь своих чад не оставит. Бояться не нужно. Церкви будут. Но христианину православному в них нельзя будет ходить, так как там не будет приноситься бескробная жертва Иисуса Христа, а там будет все сатанинское сборище. И вот за это беззаконие земля перестанет родить, а бездожья все потрескается, даст такие щели, что человек может упасть в них. Христиан будут умерщвлять или ссылать в пустынные места. Но Господь будет помогать и питать своих последователей. Евреев также будут сгонять в одно место. Антихрист будет короноваться, как царь в Иерусалимском великолепном храме, с участием духовенства и патриарха. Будет свободный въезд и выезд из Иерусалима для всякого человека. Но тогда старайтесь не ездить, потому что все будет сделано, чтобы прелестить. При короновании Антихрист будет в перчатках. Когда будет снимать их, чтобы перекреститься, то патриарх заметит, что у него на пальцах не ногти, а когти. И это послушает к большему уверованию, что это Антихрист. При его короновании, когда будет читаться символ веры, он не даст его правильно прочесть, где будут слова Иисуса Христа, Сына Божия. Он отречется от этого и признает только себя. И при этом патриарх воскликнет. Это Антихрист, и за это будет умерщвлен патриарх. Сойдут с неба пророки Енох и Илья, которые также будут всем говорить, что пришел Антихрист. Это Антихрист, не верьте ему. И он умерцвит пророков, но они воскреснут и вознесутся на небо.